В 2021 году по программе капитального ремонта отремонтировали 15 многоквартирных домов. Стоимость выполненных работ составила 112 миллионов рублей. Из них за счет средств собственников – 28 миллионов, из окружного бюджета – 84 миллиона рублей. На 2022 год запланировано отремонтировать 18 домов в городе и поселке Искателей. В Ненецком округе появится Центр организации дорожного движения. В Департаменте строительства ЖКК «Энергетики и транспорта» рассказали о планах по внедрению единой интеллектуальной транспортной системы для окружных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Интеллектуальная транспортная система появится в Ненецком округе к 2024 году. Сейчас ведется разработка концепции ее внедрения. Система будет включать в себя целый комплекс функционального оборудования, который осуществляет сбор информации, управление транспортным потоком и информирование участников дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система будет собирать данные о параметрах транспортных потоков, осуществлять контроль погодных условий, фиксировать нарушения ПДД, а также управлять наружным освещением, светофорными объектами, дорожными знаками, информационным табло и другими объектами. Комплекс ИТС способен выполнять функции диспетчерского ситуационного и оперативного координирования, взаимодействий всех участников дорожного движения, спецслужб и ведомств. Рак боится смелых. В Ненецкий округ приедут онкологи из Национального медицинского исследовательского центра. В рамках рабочего визита делегация проведет на Ринмаре просветительскую диагностическую акцию по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. Приемы, консультации и обследования пациентов состоятся 16 и 17 марта на базе Ненецкой окружной больницы. Чтобы попасть к приезжим специалистам, необходимо до 2 марта включительно заполнить анкету на сайте Ненецкой окружной больницы. После этого сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина сформируют списки пациентов и пригласят на прием. Предварительная запись требуется для подготовки к обследованию, а также для подготовки анализов. Вся дополнительная информация будет сообщена пациентам после регистрации на акцию, то есть после заполнения анкеты и ее обработки. Приемы пациентов будут организованы по следующим направлениям. Онкомомология, онкогинекология, онкоурология, онкопрактология, онкодерматология, опухоли области головы и шеи, грудной клетки и брюшной полости, детская онкология и гематология. Отметим, программа акции включает в себя также проведение научно-образовательной программы, лекции, докладов и мастер-классов для окружных специалистов. Просветительская диагностическая акция «Рак боится смелых» направлена на привлечение внимания общественности к актуальным проблемам профилактики и ранее диагностики онкологических заболеваний, формированию навыков самодиагностики, повышению онконастороженности медицинских работников первичного звена, диагностику условно-здорового населения на наличие онкологических заболеваний. В регионе продолжается прием заявлений на трудоустройство подростков. Сейчас уже поступило в Центр занятости 707 заявок от желающих поработать в летний период. При этом продолжается работа по привлечению потенциальных работодателей. На текущий момент трудоустроить подростков на лето готовы около 80 организаций, в их числе подведомственные учреждения Департамента образования, культуры и спорта, Департамента здравоохранения, Департамента цифрового развития, Департамента строительства, а также казены и муниципальные предприятия Заполярного района и другие. Максимальный период трудоустройства не более 30 дней. Традиционно занятость подростков будет организована как в городе, так и в Заполярном районе. Всем подросткам, которые планируют трудоустраиваться в летнее время, необходимо завести подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг. Это связано с изменением законодательства в сфере занятости и порядком регистрации граждан с целью содействия в поиске подходящей работы. Муниципалитеты Ненецкого округа могут войти в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. На госпрограмму по развитию системы жилищно-коммунального хозяйства страны фонд содействия реформированию ЖКХ получит до 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Эти средства направят на выдачу долгосрочных займов, на реализацию проектов модернизации систем тепла и водоснабжения. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, долгосрочные займы на обновление в регионах систем тепла и водоснабжения могут получить юридические лица, имеющие объекты коммунальной инфраструктуры – это котельные, водоводы, водозаборы, отчистные сооружения, канализационные коллекторы и другие. Речь идет о займе на 30 лет по 3% годовых. Первые 5 лет не требуется гашение основного долга. Фонд предоставляет заем в размере до 80% от стоимости реконструкции и модернизации объекта. Остальные 20% – это средства предприятия или бюджета муниципального образования. Единственное ограничение по выдаче займа – стоимость проекта должна составлять не менее 100 миллионов рублей. Однако в проект могут пойти несколько объектов, например, три водовода. О модернизации энергетической системы в населенных пунктах округа шла речь на очередном заседании Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. Информацию представили на заседании комиссии, исполняющей обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого округа Павел Масюков и директор Наринмарской электростанции Евгений Синокосов. Электростанция обеспечивает электроэнергии город Наринмар, поселки Искатели и Красное, село Тельвиска. По поручению Совета Федерации и Министерству энергетики в 2015 году необходимо было проработать вопрос о присоединении энергосистемы Ненецкого округа к единой энергетической системе России. Предварительно проработаны три варианта присоединения энергоузла Наринмара путем строительства трех линий электропередач. Первая – Печорская ГРЭС Наринмар, ее протяженность около 600 километров. Вторая – поселок Хориагинский Наринмар, протяженность около 250 километров. И третья – село Уссильма, город Наринмар, протяженность около 400 километров. По результатам рассмотрения наименее затратного второго варианта стоимость тарифов на электричество для потребителей увеличилась бы в два раза, а строительство обошлось бы в 7,5 миллиардов рублей по ценам 2015 года. Оставшиеся два варианта являются еще более финансово затратными. Таким образом, Министерство энергетики Российской Федерации признало присоединение энергоузла Наринмара к ЕС России нецелесообразным. Евгений Синокосов, директор электростанции, полагает, что перспективы подключения населенных пунктов к ЕС можно рассматривать при условии понимания дальнейшей перспективы развития поселков и подстраиваться под них, разбивая на этапы. Депутат Наталья Кордакова подняла вопрос о модернизации энергетической системы в поселке Харивер. Она отметила, что здание станции имеет очень высокую степень износа и рекомендовала профильному департаменту в связи с этим рассмотреть возможность подачи электроэнергии от ближайших нефтяных компаний. В Ненецком округе стартовал прием документов на конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2022». Сроки подачи с 28 февраля по 11 марта. В этом году участники будут состязаться в шести номинациях. Руководитель года, учитель года, воспитатель года, педагогический дебют, мастер года, учитель родного ненецкого языка. Впервые конкурс провели в 2016 году. Сейчас он уже стал доброй традицией в педагогическом сообществе округа. Конкурс проводится с целью повышения престижа и социальной значимости профессии педагогического работника, а также статуса образовательной организации. В 2020 году в конкурсе «Профессионал года» приняли участие 48 педагогов из учреждений среднего, дополнительного и дошкольного образования из сельских поселений округа и Наринмара. В 2021 году участников было 36 человек. Надеемся, в этом году заявок будет больше, чем в предыдущем, отметили организаторы из Ненецкого регионального центра развития образования. Участниками конкурса «Педагогического мастерства «Профессионал года 2022» могут стать руководители и заместители образовательных организаций, мастера производственного обучения, педагогические работники школ и детских садов. К участию также приглашаются молодые педагоги образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, программы дошкольного и среднего профессионального образования. Не допускаются конкурсу лишь педагоги, совмещающие должности. Исключение составляют дефектологи и логопеды. «Профессионал года 2022» состоит из трех этапов. Первый проходит на уровне образовательных организаций. По каждой номинации от организации может быть выдвинуто не более трех участников. Второй этап заочный, включает в себя прием и экспертизу документов. Сроки подачи с 28 февраля по 11 марта. На третий региональный этап в каждой номинации допускаются не более 10 участников. Он пройдет с 19 по 22 апреля.